Четвертая народная олимпиада по истории прошла на Камчатке 15 апреля. Это совместный проект Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Российского военно-исторического общества. Тема в этом году – 80-летие битвы под Москвой. Эта битва действительно не только похоронила план Барбаросса, но и изменила картину Второй мировой войны. Эта битва позволила состояться антигитлеровской коалиции. Эта битва позволила переориентировать свои интересы множества стран и сосредоточить все свои усилия на разгроме именно нацизма. Предыдущие олимпиады были посвящены истории Камчатского края. Изменение темы в этом году не случайно. Это получилось даже не спонтанно, а как-то в духе времени сегодняшнего, на сегодняшний день. Та спецоперация, которая проходит на Украине, на Донбассе и Луганской области, это как раз тому подтверждение. Это наши исконно русские земли, наши люди русские там живут. И мы, конечно, не разделяем там украинцы. Но с фашизмом надо заканчивать. С фашизмом мы закончили в 1945 году. Но, по всей видимости, не до конца. И сегодня те действия, которые проходят в Украине, тому подтверждение я повторюсь. И мы поддержим действия нашего главнокомандующего, нашего президента Путина Владимира Владимировича. Участники олимпиады – школьники, студенты, педагоги, сотрудники МЧС, Росгвардии и другие жители Камчатки. В этом году желающих проверить свои знания больше. Организаторы также отмечают рост патриотизма и интереса к истории своей страны. Мы прекрасно понимаем, что это не только у нас. Мы воюем с нацистами и фашистами на Украине. Мы практически сейчас воюем против другой системы. Это Америка, Европа, которые нас хотят опять зажать в рамки какие-то, поставить на колени. Но я думаю, что у них это не получится. Честно говоря, я даже рад тому, что наконец-то мы проявили себя, почувствовали гордость за свою страну. К олимпиаде также присоединились в Усть-Камчатске, Вилючинске, селах Апачья, Мильково и в Елизовском районе. На выполнение девяти заданий, разработанных сотрудниками университета, было отведено два часа. Итоги подведут 20 апреля. Именно тогда исполнится 80 лет со дня завершения битвы под Москвой. Каждый школьник, учащийся студент должен знать, чтобы помнить именно эти важные события, чтобы почитать память тех, кто отдал свою жизнь на благо нашего Отечества и вообще всего мира.